Девушки отдыхают Уважаемые мамы, мы собрались здесь не от хорошей жизни, потому что люди власти и рвущиеся к власти забыли, кто их вынашивал, кто их рожал, кто им дал жизнь. Своим маршем мы напоминаем, кто мы такие. И политикам пора понять, что мать это родина, кто будет рожать будущих защитников отечества, кто будет охранять наши бесценные ресурсы, от которых сегодня мать не имеет. Не гроша! И не шиша! От ресурсов не гроша! От ресурсов не шиша! От ресурсов не гроша! От ресурсов не шиша! От ресурсов не гроша! От ресурсов не шиша! Если мать безработная, бездомная, не имеет государственной поддержки, детского садика, бесплатного образования для своих детей, у такого государства нет будущего! А сегодня растет число матерей, обманутых не только работодателями, но и государством! Кто решит проблему матери, голос женщин считает только сами женщины! Поэтому нам необходимо достойное представительство женщин во всех структурах власти, не менее 40%! Дорогие подруги, матери, женщины, избирательницы! Нашим государством ведется определенная социальная политика, когда женщину пытаются заставить рожать всеми доступными способами, обещая ей всемирную поддержку. А что мы видим потом? За красивыми обещаниями чиновников всех уровней следует полное обнищание матерей и их детей. А государство, вместо того, чтобы спротянуть руку помощи матерям в тяжелых ситуациях, созданных несовершенством законов этого же государства, готово подставить им под ножку, ведь отобрание детей в приюты. Получается, государству нужны наши дети, но не их матери. Мать, будущая мать, сталкивается с проблемами еще до рождения ребенка, когда вынуждена отстаивать свое право на труд, право на пособие, казалось бы, гарантированное ей государством. Увольнять беременных у нас нельзя только на бумаге. После рождения ребенка, вместо того, чтобы наслаждаться счастьем материнства и растить достойное будущее для нашей страны, матери вынуждены проходить все круги ада, выбивая без того жалкие пособия, пытаясь встать на очередь в детский сад. И каждый раз слышат от тех же чиновников, которые еще недавно очень бодро призывали их рожать с экранов телевизора. Понарожали, а теперь тут просите. Сегодняшняя акция не является ни пиаром, ни частью чьей-то предвыборной кампании. Наши требования – это призыв к реальным действиям. Идите на выборы. Давайте вместе попытаемся что-то изменить в этой стране. Иначе у наших детей нет будущего. Увольняют матерей, нет пособий на детей. Суд не может защитить, мы хотим все изменить. Увольняют матерей, нет пособий на детей. Суд не может защитить, мы хотим все изменить. Увольняют матерей, нет пособий на детей. Суд не может защитить, мы хотим все изменить. Я хочу вспомнить о том, что мы буквально полгода назад с вами встречались здесь, на этом месте, 1 июня, в День защиты детей. Тогда мы также говорили о проблемах в нашем законодательстве, о том, что очень многие матери не могут получить своих законных пособий из Фонда социального страхования. Тогда же к нам присоединились Новосибирск и Москва. В Москве по результатам пикета пикетчики были приглашены на переговоры в Центральный офис Фонда социального страхования. Каков был результат? Был принят проект поправки в основной закон, который мог бы дать возможность многим женщинам получить свои неполученные деньги на детей. Этот проект был принят 2 июня. Результат хороший. Но прошло полгода, сейчас конец ноября. В течение полугода поправка не была принята. И женщины так и остались без своих средств. О чем это говорит? О том, что у нас еще есть очень много поводов выходить на улицу и требовать защиты наших прав. Я очень рада, что мы здесь сегодня собрались. Наша профсоюзная организация была создана именно потому, что права нескольких женщин были ущемлены в значительной мере. Сейчас мы отстаиваем права наших женщин, беременных женщин, права работать в условиях, соответствующих рекомендациям медицинского заключения. Также мы сумели добиться, чтобы наши женщины вовремя получили детские пособия и получали пресс. У нас много проблем, но я уверена, что вместе мы все решим присоединяйтесь к нам. Женщина, работающая, это здорово. Я поздравляю нас с Днем Ратери. Я сама мать и сама опекун. Не знаю, как это сегодня серьезно. И почему-то власть считает, что с 18 лет прекращается наше материнство, хотя это совсем не так. И мы знаем, что мы везем до конца своих детей. Я знаю о всех проблемах на сегодняшний день в нашем конкретном, допустим, в моем Приморском районе. Это самый молодой район. Проживает там 510 тысяч. У нас даже род дома нет. У нас на Малин, на Большой округ 51-й, мой округ, всего две женские консультации. О чем можно говорить. Но самое главное, это тотальное невыполнение сегодня законов. Какие бы мы законы с вами не проводили, их наша коррумпированная власть просто не исполняет. Я хотела сегодня сказать, что, увы, наша Россия с вами занимает одно из первых ведущих мест по количеству разводов и по количеству детей, которые растут в неполных семьях. Программа нашей партии, коммунистической партии, полностью совпадает с нашим с вами движением. Я себя причисляю к этому движению, потому что женщина сегодня это основное. Мы считаем, конечно, что дети это первый привилегированный класс в России. И он должен таким оставаться. Посмотрите, что у нас творится в Приморском районе. Сначала лишили жилья взрослых. Сейчас лишают жилья наших детей. Знаменитый Ильюшинский дом, он сегодня присутствует здесь. Отняли жилье. И отнимают теперь, выселяют на улице и делают из наших детей бомжей. Я таких примеров могу провести множество и множество. Поэтому давайте защищать себя. Это здорово, что у нас будет такое женское движение. И власть должна обратить внимание на нас с вами. Потому что мы это главное. Мы это семья. Мы воспитываем наших детей. За женщин с праздником. Я председатель не только конфедерации труда, я еще и председатель профсоюза МПРА. И я вам могу сказать, что в наших органах управления и выборных органах достаточное количество женщин. Не так много, как хотелось бы. Но мы даем возможность всем активным женщинам участвовать в жизни профсоюза. Участвовать в борьбе за свои интересы наравне с мужчинами. Поэтому хотел бы вас поздравить с праздником. Сказать, что сегодня, на самом деле, если копнуть проблему, почему у нас женщины принижены, не участвуют в социальной и политической жизни. Это только потому, что им отвели место у плиты. Сегодня мы говорим, нет, этому месту у плиты. Женщина должна идти во власть. Женщина должна... Вот я предлагаю Шерифулину выдвинуть в президента Российской Федерации. Это тоже не важно. Поэтому, зачем нам всякие мачо, которые амфоры достают, которые для них положили. Пусть будет женщина, которая понимает женские проблемы. Которая понимает, что пособия должны платить. Что детские сады должны быть. Что дети, цветы жизни, должны жить в реальном социально ответственном государстве. Мы знаем, что 4 числа выборы. Все приходим на выборы и голосуем. Иначе наш голос украет. Голосуем за кого угодно. Против партии жуликов и воров. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok